13.06 в Кирове. Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. «Свое особое мнение» сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Денис Ерохин, депутат от ЛДПР. Добрый день, Денис. Добрый день. Начнем с детской темы. Детской же темы и продолжим. Очень много информации сейчас и каких-то ярких событий, связанных со школами, происходит. Давайте начнем с темы, о которой мы обсуждаем уже вторую неделю. Есть в нашей школе, в нашем городе частная школа. Она называется «Наша школа». Действует она по вальдорфской системе, учит детей. Так вот, 8 февраля возле здания администрации Кирова прошел пикет родителей учеников этой школы. Большой отчет по этому пикету есть на сайте «Исвой Кировский». Надо напомнить историю. Здание, которое занимает сейчас наша школа, собираются передать под муниципальный детский сад на 120 мест. На пикет вышло 30 человек, взявшись за руки, пишут свой Кировский. Они требовали от чиновников не решать проблемы одних детей за счет других. Вы с этой ситуацией познакомились. Что думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, с одной стороны, у администрации есть обязанность по предоставлению мест от 3 до 7 лет. Это установлено у нас и в первую очередь в федеральном законодательстве. Но я соглашусь, наверное, с тем, что все-таки решать вопрос поселения детей в детские сады за счет других детей, наверное, это не совсем правильно. Почему-то у нас, ну, мы это неоднократно обсуждали и на комиссиях, да, это действительно частная школа и действительно, вроде как, с одной стороны, бизнес должен сам заботиться о себе и искать и помещение, либо там строить, брать какие-то кредиты, может быть, еще что-то. Но это все-таки дети и, наверное, к ним надо подходить так, чтобы, ну, скажем, не как к обычному бизнесу, там, предпринимателям, да, там, магазинам, а все-таки с каким-то пониманием и, наверное, вот, как-то учитывать, в том числе, ихнюю социальную нагрузку, которую они, в принципе, несут. Там учатся, насколько мне известно, 53, по-моему. Да, 50 с небольшим человеком. 53 ребенка и вот, 53 ребенка не были, так скажем, где было вот этой социальной напряженности в 53 семей. Зачем подорожить данную ситуацию? Ну, наверное, это не совсем правильно. Мы в Кире прекрасно видим, когда у нас в 90-е годы передавались детские садики под другие учреждения, которые до сих пор занимают эти учреждения. Ну, например, там, на Казанской, по-моему, 31, в Тесна охрана занимает, да. Несколько десятков еще бывших детсадов находятся в другом учреждении. На Дериндяево соцстрах у нас занимает, на Пролетарской, по-моему, Центр занятости у нас занимает. Ну, вот, наверное, сложно представить, когда, допустим, там, либо внеоценная охрана, либо соцстрах вышли на пикет и говорят, где выселяете нас из здания. Почему-то вот это у нас не происходит, а происходит, обязательно выселяет детей для детей. Я думаю, что тут в любом случае решать какой-то, так скажем, искать какой-то компромисс между администрацией нашей школы, либо предоставлять не менее достойное помещение в данной школе, потому что все-таки это дети. Либо, ну, просто стоять там они, где есть, и думать о том, как строить детские садики. В принципе, мы в 2018 году, я считаю, что все-таки администрация продвинулась, достаточно сильно продвинулась. То есть, все-таки шесть детских садов, это, ну, достаточно неплохой результат по продвижению. Ну, конечно, этого недостаточно. Поэтому я, честно говоря, против такого, и я считаю, что это минимум неправильно. Еще, что касается школ, напоминаю, что это особое мнение, и высказывает его сегодня Денис Ерохин, депутат от ЛДПР Кировской городской думы. Материал, который я вижу у наших коллег на портале Ньюсля. Чиновники хотят продавить установку кофемашин в школах и переделать систему питания школьников. По мнению источника Ньюслера, представители соцблока городадминистрации привезли идею установки торговых автоматов недавно из Казани, где она реализована в некоторых учебных заведениях. У нас же дело было представлено депутатам так, будто сразу две кировские школы, 48-я и 66-я, обратились в администрацию города с просьбой разрешить им сдать в аренду небольшие площади под установку небольших машин для разлива кофе и прохладительных напитков. Что плохого-то там, я не понимаю, из-за чего шум? Значит, ну, тему питания мы обсуждаем... Там господин Швиминзон, ваш коллега, возмутился. Ну, я думаю, что, наверное, он в чем-то прав, в том, что школы и кофе, наверное, все-таки вещи не совсем... Да, он сказал, сомнительно сама идея продавать кофе детям, да еще в школах, где каждый день проходят уроки физкультуры. Я с ним тут полностью согласен. И вот, если и нужно что-то менять, мы тему питания на социальных комиссиях в городской думе обсуждаем практически каждый, ну, если не каждую комиссию, то достаточно часто. Если что-то нужно и менять, то нужно идти по примеру 28-й школы, где столовая существует как бы автономно, где-то полностью они занимаются сами и приготовлением, и закупкой продуктов. И я считаю, вот такие положительные примеры, как в 28-й школе по питанию, их диражируют на все школы. Причем тут автоматы кофейные и там столовая в 28-й школе? Просто в 28-й школе, там, вот я там был, и там, ну, вот, действительно достойная столовая и действительно качественная еда. Они все сами готовят? Они все сами готовят, они все сами закупают, они все сами закупают, никаких кофейных автоматов, ничего. Никаких кофейных автоматов. Я думаю, что обсуждать установку кофейных автоматов в школе, ну, это даже как-то, наверное, и не разумно. Хорошо, вы против. Я поняла, почему вы заговорили про 28-ю школу, потому что вы явно познакомились хорошо с материалом. Репортер также пишет дальше, что Лариса Копсова, которая возглавляет соцблок в нашем, в администрации города Кирова, рассказывала о посещении в Казани местного комбината готового питания, который обслуживает не только учреждения образования, но и здравоохранение. Отличная логистика, говорит Лариса Анатольевна, позволяет развозить питание круглосуточно. В маленькие школы привозят термосы с горячей едой, большие, готовые нарезанные полуфабрикаты, из которых уже на месте готовят блюда. Так вы против такой системы, я так понимаю? Даже самой мысли об этой системе? Я считаю, вот у нас есть на сегодняшний день комбинат общественного питания. Мы его неоднократно обсуждали, по-моему, еще в январе прошлого года, в 2018-м. Проблема в том, что, во-первых, сомнительны сами закупки продуктов в этот комбинат общественного питания. А он принадлежит агроферме Дороничу, правильно я понимаю? Он на агроферме Дороничу. Это пуниципальное учреждение, где у нас, в принципе, идет централизованная закупка всех продуктов, дальше они развозятся по школам. Подождите, подождите, комбинат горячего питания, пишет три партнера. Это другой совершенно. Это комбинат общественного питания, это то, что... Не смешивает? Нет, оно ничего не готовит. Готовится в школах, они закупают, они... Это просто учреждение, которое закупает продукты и поставляет в школу. Комбинат общественного питания. Да, комбинат общественного питания. Я считаю, что сама схема данная, она, ну, если не изжилась, то она, на мой взгляд, создана непонятно для чего. И насколько мне известный глава администрации там неоднократно возмущался, в том числе и у нас. Там были скандальные истории. Скандальные истории. Завышенные цены на некачественные продукты. Когда картошку закупали по 37 рублей, когда у нас мясо получается там почти по 500 рублей, да. То есть, ну, таких цен нет. Мы все ходим в магазины и понимаем, и когда, допустим, картофельное пюре в тарелке из картошки, когда ее полностью оценят все вот эти, так скажем, самоорганизации, которые существуют между деньгами родителей и тарелкой ребенка, когда она получается там, ну, не знаю, ближе к 100 рублям, ну, наверное, такое питание нам, ну, как бы, не нужно, да. Простите, пожалуйста. А готовить и возить вот то, что вы говорите, то, что сейчас обсуждается, полуфабрикаты, ну, честно говоря, спорная история. И тут, наверное, больше общаться с докторами, врачами детскими. Возможно ли есть и то, что изначально приготовлено в пакетах? Денис, все-таки мне поясните. Вот правда. Потому что мы ориентируемся на большой материал репортера. И репортер пишет, что кировчане сейчас анализируют опыт соседей, тем более, что у них накопились вопросы к работе с расценками Кировского комбината горячего питания, открытого пять лет назад в поселке Костино, агрофирмой Дороничи, депутата Заксобрания Константина Гозмана. С тех пор комбинат обслуживает практически все муниципальные образовательные учреждения, за исключением примерно десятка школ, лицеев и гимназий. Но возможности не те, что у Казанского. Да это ладно. Напомним, год назад Кировсколыхнул громкий скандал после обнародования контрольно-счетной палаты города результатов проверки финансирования централизованного питания в школах и детских садах. Оказалось, что цены комбината горячего питания, пишет репортер, на наиболее используемые продукты, включая мясо и овощи, превышают рыночные на 15-70%. То, что вот они пишут, вы говорите, что это комбинат общественного питания, которые к системе Доронича не имеют никакого отношения. Это муниципальная организация, комбинат общественного питания. То есть какая-то ошибка как-то логическая получается. Мы, значит, на комиссии действительно это обсуждали. И, то есть там действительно были скандалы по повышению ценов. Нет, погодите, я сейчас другое спрашиваю. Вот здесь на репортере что-то смешалось? Я не знаю, что тут смешалось, но... Но скандалы были по ценам комбината общественного питания, муниципальные. А почему пишут, коллеги, почему пишут, что комбинат горячего питания, который в Дорониче открыли в Костино, что они обслуживают практически все муниципальные образовательные учреждения. Вы знаете что-то про это? Не знаю. Жилая Маза действительно может выдавить. Не знаю. Я вас прошу разобраться в этой истории, потому что тогда в таком случае, ну вот мы как бы введены в загружении, получается. Нет, есть комбинат общественного питания, который занимается централизованной поставкой продуктов питания во все школы. Да, вы это уже объяснили. И скандал, который был именно с ними, с зарплатами, закупками. Знаете ли вы что-нибудь о поставках комбината горячего питания, который в Костино? Я нет. Я надеюсь, что этого не произойдет. Ясно. Сейчас прервемся на полминуты. Это особое мнение Дениса Ирохина, депутата Городской думы от ЛДП. Я, честно говоря, не понимаю, что с этим материалом, который мы сейчас на Ньюслере разбираем по поводу детского питания. Что значит этот факт, что Дороничевский комбинат готового питания поставляет всю еду в школы нашего города практически, кроме десятка, которые указывают. Я не очень понимаю. Может быть, мы у коллег спросим, потому что получается, что тут расходятся показания, что называется. Я не знаю, что есть такой комбинат горячего питания. Честно говоря, первый раз. У нас есть комбинат готовой еды, который в Костино есть. Есть завод, да. Я что-то не слышала, что они поставляют на шишку. А может быть, уже, да, Денис? Я надеюсь, что нет, потому что, досколько мне известно, есть комбинат общественного питания, которые именно занимаются поставкой продуктов. И именно с ними были связаны скандалы по зарплате, по завышенным ценам на продукты питания. Да. Всё. Хорошо. Вы говорите, нет кофейным автоматам и нет централизованного питания в школах. Давайте мы с вами сейчас разберемся в вопросе, который поднимался у вас буквально вчера, насколько я понимаю, на днях, по крайней мере, при подготовке к заседанию городской думы, который в конце месяца всегда проходит на ваших комитетах. Это вопрос завершения контракта с кировскими коммунальными системами и возврат в МУП «Водоканал», собственно говоря, этих сетей, для того, чтобы само муниципальное учреждение их обслуживало. Кировские коммунальные системы поставляют нам в воду. 15 лет они на рынке. Контракт с городом заканчивается в июне. ККС, судя по материалу, который был опубликован в последнем номере бизнес-новостей, говорит о том, что предоставил проект инвестиционной программы на 5 миллиардов рублей в город, и они хотят продолжать арендовать сети, их реконструировать, развивать, строить и снабжать. Нет, ответа от города пока нет, кроме позиции, которая обозначена, что обслуживать сети будут все-таки МУПы. Причем не один, а тот, который от слияния трех производится. Тут Елена Васильевна Ковалева подключилась и задала множество вопросов, в том числе и администрация. Где ваша программа, собственно говоря, о развитии этих сетей? Пока ответов не последовало, но, может быть, на вашей комиссии, комитете разбирался этот вопрос? Действительно, на последней комиссии у нас были представители МУП «Водоканал». Значит, давайте с самого начала начнем. То, что слияние произошло в один МУП, в МУП «Водоканал», это было присоединение МУП «Ленгасова», который, в принципе, занимается той же самой деятельностью. МУП на «Водоканал» присоединили. То есть, я считаю, что это, наверное, правильно. Тем самым, есть некая экономия по управленческим затратам. То есть, нет смысла плодить, когда деятельность одна и та же, вот самоуправленческий персонал. Значит, то, что я всегда говорил и говорю, что все, что связано с жизнеобеспечением города, должно принадлежать муниципалитету. И, к сожалению, за последние, наверное, 10 лет правления, бездарного правления, на мой взгляд, предыдущего, руководство было, в принципе, либо доведено до такого состояния печального, либо вообще уничтожено, как, например, и продано, как, например, ЦАХ. То есть, моя позиция такая, что все, что любое жизнеобеспечение, наверное, городу не нужны, может быть, там, не знаю, какие-то комиссионки, например. То есть, наверное, нет в ней необходимости городу. Но все, что связано с жизнеобеспечением, это, в принципе, и уборка, и очистка, и вывозка мусора, и, естественно, это водоснабжение и канализация, в принципе, чем ККС занимается. То, конечно, это должно быть городское. Тут я с главой администрацией полностью согласен. Но в том, что это делать сейчас, ну, вот, если мое мнение, да, может, я чего-то, конечно, не знаю, если мое мнение, то это минимум преждевременно, потому что состояние на сегодняшний день, которое мы видим, МОП Водоканал, оно, ну, честно говоря, вот, у меня сомнения, что они смогут нести то премия, которое тесет на сегодняшний день ККС. Что вы имеете в виду? В каком состоянии сейчас находится МОП Водоканал? Там есть долги у предприятия. Там, насколько мне известно, там не хватит того штата, который может вот это все обслуживать. Все-таки это такие серьезные вещи, как водоснабжение, когда, ну, представляете, из кранов вода. А программа-то есть у МОП Водоканал? Потому что июль-то месяц не за горами. Программа у МОП Водоканала, насколько мне известно, там, может быть, что-то есть, но мы ее не видели. У них не утвержден тариф. То есть они, как бы, я, честно говоря, не знаю даже почему. Поэтому у них не получены лицензии, которые должны быть там. Часть выдается Министерством природопользования и экологии, часть саморосприроднадзором, Ростехнадзором. То есть даже если мы говорим о переходе, то вот даже то время, которое им потребуется для получения лицензии, ну, они уже, ну, мне кажется, не успевают. То есть, я не знаю, может, какие-то там у них другие возможности в плане того, что они по какой-то ускоренной процедуре получат эти лицензии. А кто у нас вообще возглавляет сейчас МОП Водоканал? Потому что там же была большая зачистка. Вы знаете, я... Там есть некий Перегудов. Ну, я, честно говоря, видел ее один раз. Он к нам переходил на комиссию. Больше я о нем ничего сказал. То есть мы даже не знаем, кто? Ну, там на комиссии представляет МОП Водоканал. Чаще всего это его зам, Самоделкина. На все вопросы, которые депутаты задают и глава города. Она уполномочена? Нет, она уполномочена, как зам ходить там, что-то говорить. Ну, честно говоря, мое мнение, это сейчас в таком состоянии, это, наверное, преждевременно. Почему? Потому что, ну, это все-таки большие риски. Оставить, ну, оставить людей без воды и там, без водоотведения. Ваше предложение продлить контракт с ККС? Продлить, тем самым упорно развивать, может быть, МОП Водоканал. Может быть, вкладывать в него какие-то средства, может быть, там, закупать технику. Ну, как-то его усиливать, но не делать это, что вот раз контракт закончился, дальше передали и что передали. А там ведь еще 800 человек в ККС работают. Да, во-первых, это... А этот вопрос как-то обсуждается, если... Ну, обсуждается о том, что якобы они перейдут туда, но все равно же нужен и запас, в первую очередь, по финансам, чтобы им выплачивать зарплату, то есть, все равно достаточно там... 800 человек, да. Там нужна техника, там нужны реагенты, они занимаются в том числе забором воды из реки Вятки. Нужна очистка, нужны вот эти химреагенты, которые очищают нашу воду из реки. У бюджета Кирова есть такие средства, чтобы такой МУП сейчас полноценно скомплектовать? Вы знаете, вот я, честно говоря... Парифов хватит, может быть, на это? Ну, нет, если все это попытается переложить на людей, то, наверное, это будет неправильно и не знаю. Просто понимаете, Денис, когда там заявляет ККС, что они положили на стол главе администрации проект на 5 миллиардов и готовы сейчас вот их вкладывать, то у меня сумма немножечко так сразу же приземляет, потому что мы знаем, какой бюджет города Кирова. И, собственно, где мы возьмем деньги, где мы возьмем эти деньги, чтобы собственную инвестпрограмму проводить? Ответа нет пока. Вы знаете, то есть, если бы, наверное, стал вопрос о том, что это было бы по их желанию, ККС встал и сказал администрации, вы знаете, мы больше не хотим и мы уходим, поэтому вы что-то думаете и решаете, то, наверное, ну, как-то можно ужиматься во всем и делать так, чтобы... Как? Пол, половина бюджета Кирова? Нет, но это же не говорит о том, что они это завтра будут вкладывать. Это программа у них наверняка на несколько лет. Я сам ее не видел, но я предполагаю, что это не то, что они завтра отточнут и сделают на 5 миллиардов. Но так как у нас пока на сегодняшний день вот этот вопрос, он, ну, люди без воды не сидят, то есть, да, то есть, и поэтому... Слушайте, у нас такая же история была с теплосетями, Тенис. С теплосетями. Вот лет 6, вот сколько я работаю на радиостанции, а вот каждый год не по разу приходили Т-плюс и говорили, и некоторые чиновники, что ситуация критическая. Если нам сейчас не решить вопрос, кто зачищет, концессия, не концессия, то скоро будет долина гейзеров. Каждый божий год. И дотянув до конца, вот до самого предела, никогда же не было того, что мы видим. Вообще, посмотреть на современный город 21 века, я не знаю, где мы живем, но перерыт каждый буквально квадратный метр, а с соседнего квадратного метра бьет ключ. Согласен. Почему нельзя принять решение? Взять на себя ответственность? Ответственность в чем? По теплосетям мы... Решение. Депутаты утвердили передать им в конце всего на 35 лет. Я против такого срока, потому что, ну, это за пределами человеческой жизни, да, ну, там, 35 лет, то есть большинство депутатов, которые принимали это решение, уже, в принципе, наверное, и не будет даже. И когда передается на 35 лет, мне кажется, все следующее, это и 45, и 55, и 105, потому что никто не увидит вот этого логического конца, что будет через 35 лет. Поэтому, конечно, такие сроки, наверное, стоять нельзя, то есть надо, на мой взгляд, надо было, ну, максимум лет 15, ну, то, что... Ну, сделано и сделано. Сейчас остается полминуты до перерыва. Что нужно сделать с ККС? Давайте подытожим. Я думаю, что МОП «Водоканал» однозначно развивает, чтобы у нас была альтернатива, потому что у нас, значит, по теплосетям, почему у нас не было альтернативы? Потому что у нас нет ни одного муниципального предприятия, которое мы хотя бы там теоретически могли сказать, что вы будете этим заниматься. Само это первое. МОП «Водоканал» хотя бы развивать для того, чтобы нам не выкручивали руки, не выкручивали по децепалитету руки вот этот же ККС, чтобы у нас была альтернатива и было живое, жизнеспособное предприятие, которое в любой момент, если там что-то пошло не так, либо ККС там стал в чем-то хитрить, например, и не вкладывать какие-то обещанные инвестиции в сети города Кирова, или просто у них поменялось там направление, ну, все что угодно, чтобы они стали... На какой срок нужно продлить ККС? Я думаю, что еще, ну, наверное, лет пять точно. Спасибо. Прервемся на короткую паузу. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы от ЛДПР. Его особое мнение продолжим слушать после короткого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Напротив меня депутат городской думы от ЛДПР Денис Ерохин. У нас 13 минут работы. Еще как минимум три вопроса, Денис. Ориентируемся по таймингу. Все они очень серьезные, очень необходимы ваши мнения. Вы, как практически там мессия, предвестник, говорили в своем прошлом особом мнении, здесь у нас в студии, в январе месяце, что по делу ЦДС, Центральной диспетчерской службы, еще ожидаются уголовные дела. И вот мы видим результат. Еще три уголовных дела открыто. И вы мне сказали до эфира, что это не предел. Да, я думаю, что это не предел. Ну, я считаю, что еще минимум будет, наверное, два-три. Я думаю, что возможна история с обслуживанием приборов учета. Следующая одна из ЦДС, когда они с этой же Ленинской управляющей компанией переводили деньги за обслуживание приборов учета по теплу, даже с тех домов, где, в принципе, и приборов-то учета не было. Поэтому я думаю, что это не предел. И я думаю, что это не предел МУП-ЦДС. Я думаю, что мы еще увидим, услышим какие-то новые дела по деятельности старых, так скажем, самоуправляемцев и МУПа, и города. Вы сейчас на кого намекаете? На Владимира Васильевича Быкова? Ну, я надеюсь, что все-таки в ближайшее время Кировчан следственные органы порадуют, и, наконец-то, действительно, то есть, правоохранители постучатся к нему. Так его только недавно переизбрали коллеги по Единой России, снова секретарем, ячейки. В соседней республике Коми, глава республики Коми, Гайзер, он был в высшем совете Единой России. Это не помешало ему находиться там, где он сейчас находится, то есть в тюрьме. Поэтому я не думаю, что вот это какая-то дается неприкосновенность. У нас выводят сенаторов из залов прямо заседания. Вы думаете, что на заседание областного законодательного собрания придет у нас начальник следкома вместе с прокурором и зачитают? Вы знаете, это был лучший праздник для Кировчан. И я думаю, что это был лучший праздник для Кировчан. Те, кто... Вот все, что мы сейчас видим, вот эту, в принципе, и сграбленные мупы, мы с вами только что обсуждали, и доведение всех вот этих муниципальных предприятий до полубанкротного состояния, продажа парков Победы, когда вот уже там есть фигуранты, и они уже находятся в СИЗО. Да, вы говорите про Леонида Ефаркина, да? Да. Сегодня, кстати, новость только что опубликована на нашем сайте ифакирова.ру, на Леонида Ефаркина завели новые уголовные дела. Еще два. Я думаю, что, может быть, еще что-то заведут. Но, в принципе, никто не верил, что по парку Победы, даже после всех судебных решений, будут какие-то уголовные дела. Но никто не верил. Мы сейчас видим то, что это движется, заводятся какие-то дела, и до сколько вот я прочитал, что он взял там 2 миллиона за решение каких-то вопросов. Ну, и... Это про Ефаркина, мы говорим. Да, про Ефаркина. И то, что он не мог решить этот вопрос, ну, это же мы все понимаем, что он наверняка брал взрослый человек, брал деньги, наверняка он мог решить этот вопрос. То есть просто не успел, может быть. Поэтому все это, то, что происходило, и то, что мы сейчас вот эти видим, ну, честно говоря, для меня, допустим, вообще удивительно. То есть ему бы уже скоро выходить, а он еще не сидит. Ты про Быкова сейчас? Да, про Быкова. Поэтому... Так может быть, он не виноват ни в чем. Вот и не сидит. Может быть, может быть, но мы видим мупы. То есть глава города, в моем понимании, ответственна в том числе за все, за состояние мупов, за состояние экономики города, за состояние, там, в том числе, вот, все вот эти схемы, он в любом случае может снять. В конце концов, глава города с главой администрации подписывал трудовой договор. Глава города подписывал с главой администрации договор. Если он у нас такой хороший, правильный, ни в чем не виноват, что мешало ему взять и уволить такого дерадивого главы администрации. Поэтому, я надеюсь, что, как бы, следствие разберется. Но, вы знаете, вот депутат Тикулин, который вот... ЦДС. ЦДС, да. Он буквально тоже недавно говорил, что он такой правильный, честный. Он просто выполнял задачу главы города. Владимир Васильевич Абакова. Ну, вот, это были его слова, что они честно работали и честно работали на благо города. Ну, мы сейчас видим по делу ЦДС, и вот эти наши предположения, они в том числе подтверждаются правоохранительными органами. Поэтому, будем надеяться, что и следующие предположения у нас тоже подтвердятся. Мы с вами предполагали здесь в январе, что будут еще дела. Они появляются, эти дела. Поэтому, я думаю, что это не предел. Я думаю, что, ну, когда-то все равно за это надо посидеть. Ах, погодите, сейчас ведут закон и штрафы за оскорбление властей. Как поднимут все эти слова ваши, которые вы говорите в прямом эфире? Не имеют, а то, что вы имеете в виду закон о том, что... За оскорблением величества в народе называется. За оскорблением величества. У меня только вопрос. А вот, к примеру, мы о ком-то поговорили, о ком-то, к примеру, там, не знаю, главе администрации, главе города, да, то есть, и через какое-то время следственные органы доказывают. Вот, ну, к примеру, меня оштрафовали, да. Следственные органы доказывают, он оказывается в СИЗО. У меня вопрос тут, наверное, о поправке вносить. А штраф не вернут. И компенсацию еще за причиненный ущерб. За причиненный ущерб того, что мои предположения подтвердились. Просто я считаю, чтобы не принимать такие законы, надо просто, чтобы власть была для людей. И чтобы люди, которые идут во власть, в первую очередь, были не на какие-то личные темы, там, прорешивали и уводили парки на организации, где учредители, их там, сыновья, или не выводили, там, деньги с детского питания, или не закупали, там, картошку по 37 рублей, не грабили, там, даже прачки муниципальные, тоже же, там, уголовное дело, вы же знаете, на директора прачки, казалось бы, что там можно воровать. Я даже не предполагал, что там можно что-то сделать. У нашего народа можно своровать, мне кажется, вы знаете, в последние трусы. Ну, вот как до этого всего доводили. И говорить о том, что... В прачечной. В прачечной. В прачечной, когда мне сказали, что там, возможно, уголовное дело, ну, я, знаете, у меня была такая же реакция, так же посмеялся, я говорю, ну, а там-то чего. Вот, но, тем не менее, оказывается, можно. Давайте мы должны с вами еще поговорить, осталось 3,5 минуты, мы не можем не поговорить, потому что у нас сезон снегопада. Я давно не помню такого февраля метельного, что прям, что ни день, то снегопад, что ни день, то по своему опыту знаю, на крыше каждый день практически провожу на собственной. Так вот, с начала года сумма штрафов за плохую уборку Кирова достигла 400 тысяч рублей. Это подрядчикам такие выписываются штрафы. Много это или мало? Я думаю, мало. Для нынешней уборки, то, что сейчас делают подрядчики, самое эффективное все-таки подрядчиков, это все-таки для подрядчиков, это бизнесовая история в первую очередь, поэтому самое эффективное наказывать деньгами. Я считаю, 400 тысяч на сегодняшний день, когда уже почти заканчивается у нас февраль, и, ну, город все это признает, что он прибран очень плохо, и тротуары, и дороги, поэтому я считаю, что это не та сумма, которая должна быть. Поэтому я считаю, что администрации ДТХ, как заказчику, наверное, надо чаще штрафовать, жестче наказывать, может быть, это будет стимулировать, но это же из кармана их идет, поэтому это, наверное, будет стимулировать более качественную уборку, потому что на сегодняшний день город просто очень плохо прибыл. Но мы видим, что Илья Вячеславович Шульгин, сети-менеджер, постоянно устраивает разносы и ДТХ, и подрядчикам, и носом тыкает, и крапивой грозит там водителям, но и своим подчиненным тоже говорит. А вы считаете, что мало говорить, надо рублем наказывать подошли? Я думаю, что да, это все-таки самое эффективное, потому что, к сожалению, большинство же и в руководстве там и города остались, и в муках каких-то остались, то есть старые, они уже настолько закаленные, им там можно, их не только можно грозить крапивой, их можно шлепать крапивой там по одному месту, но это, наверное, не сдвинет их, не подвигнет. Так может и не штрафовать, а гнать вот этой крапивой? И гнать, и штрафовать подрядчиков, естественно, надо штрафовать, потому что, чтобы они были, ну, это, ну как, человек, допустим, знает, что он заработает, к примеру, со всей этой историей миллион, а он вместо миллиона получит там 200 тысяч, да, ну, к примеру. Денис, да у нас вообще беда, у нас даже сугроб с надписью «Навальный» никого не волнует, не хватает ни рук, ни сил, ни лопат, ни тем более современных детей. Ну, на самом деле, я вот, как все мы, наверное, да, то есть не только я, может быть, мне как-то меньше везет, но я действительно вижу в городе, ну, мало машин, ну, редкий случай, там едет какая-то техника, и вот эти смешные тракторки, которые ездят, вот им бы, там, не знаю, садоводческие общества чистить, они город чистят вот этими МТЗшками, ну, это минимум смешно. То есть надо все-таки, опять же, как я говорил и говорю, развивать муниципальное предприятие, КДМС, покупать им снегоуборочную технику в том количестве, чтобы им хватало на все, и на вывозку, и на уборку, и на все. И тогда можно их, там, скажем, бодрить, и, там, ругать, и, наверное, это будет более эффективно. Ну, вот это мое мнение. Денис Ерохин, это его особое мнение мы сегодня слушали, программа наша подошла к концу, вела ее Светлана Заньков, всем хорошего дня. Всего доброго.